Всем привет! Спустя пять лет после выхода, вряд ли кто-либо в здравом уме будет спорить, что Ведьмак 3 это шедевр. Экшен-РПГ, задравшая планку качества столь высоко, что до сих пор никто не сможет свергнуть её с престола. Но значит ли это, что игра идеальна и непогрешима? Конечно же нет, во всём есть свои недостатки, проблемные места и откровенно слабые моменты. Сегодня команда XDelight подготовила для вас топ-5 раздражающих всех вещей в Ведьмаке 3. Но для начала небольшой дисклеймер. В нашей редакции все эту игру очень любят и потратили невообразимое количество часов в ней. И хоть сегодня мы будем слегка её журить, это ни в коем случае не означает, что мы считаем её плохой. Полагаем это очевидно, но на всякий случай расставили точки над «и». Режим детектива, глубинное зрение, режим слуха, призрачное видение. У этой механики тысячи имён, и она встречается в каждой второй игре. Да блин, даже в паре шутеров она присутствует, хотя казалось бы, жанр совсем не подходящий. И к 2015 году механика подсвечивания активных элементов для расследования, или более простого ориентирования в локации, стала в своём роде клише. Надоевшим клише. И когда в Ведьмаке 3 тебя вынуждают использовать ведьмачье чутьё на каждом втором квесте, это очень утомляет. Учитывая нечеловеческую природу нашего протагониста, подобная способность выглядит уместно, ведь благодаря мутациям он и в самом деле должен чувствовать запахи, видеть мельчайшие следы и многое другое. Но буквально каждый квест на охоту за чудовищем выполняется с помощью этого чутья, что под конец игры заставляет их слиться в одну бесконечную рутинную зачистку. Пришёл в деревню, поговорил с NPC, зажал кнопку чутья. Прошёл по дороге из жёлтого кирпича, убил монстра, всё. При этом пару раз нам дают задания с ориентированием на местности по примечательным объектам. Например, дойди до Большого Камня у устья реки и оттуда по тракту до Двух Берёз. И это было круто! И я понимаю, что заставлять игрока часто так делать было бы куда менее интересно. Но почему бы не сделать побольше каких-то интересных условий в заданиях? Например, чтобы следов было несколько и ввели они в разные направления. Это особенно странно, учитывая слова разработчиков, что примерно в середине разработки они выбросили из игры половину квестов, которые оказались им скучными. И в самом деле, оставшиеся задания круты по тексту и по истории. Но геймплейно даже в недавнем Assassin's Creed Odyssey задания были более разнообразны. Не сильно, конечно, но тем не менее. И сразу же хочу привести пример интересного использования подобного режима детектива Detroit Become Human. О качестве сценария этой игры мы говорить не будем, тут и так всё всем понятно. Но несколько раз за игру нам дают возможность ходить по локации и исследовать подсвеченные объекты, иногда комбинируя их или осматривая с разных сторон. Нечто подобное было в первом Ведьмаке во время вскрытия в больнице. Почему бы не развить подобное в третьей части? Тем более, несколько раз за игру мы также оказываемся в локации с несколькими объектами. Ну а почти всегда нам нужно было либо потрогать какой-то один из них, либо просто осмотреть их все. И Геральт сам бы сопоставил факты. Конечно, это далеко не основная механика игры. Но как же раздражает постоянное использование её для одних и тех же действий. Особенно часу эдак на 50-м. Контент — это хорошо. Если вы делаете огромную игру в открытом мире, то очень важно заполнить его активностями, чтобы игрок не заскучал. Конечно, если у вас игра-песочница, можно обойтись и геймплейными возможностями, чтобы игрок сам себя развлекал. Но в РПГ такое не сделаешь, особенно когда РПГ у вас сюжетно-ориентированное. В третьем Ведьмаке нам доступны сотни квестов, куча пещер, деревушек и много-много вопросиков. Каждый раз, переходя в новую локацию и открывая карту, на тебя вываливается тонна этих значков, словно зазывающих тебя прийти и узнать, что они скрывают. И знаете, рано или поздно они победят, и игрок отправится верхом на верной платве на поиски приключений. Ну или хотя бы за сундуком с сокровищами. И в целом всё так и происходит. Прибываешь на место, там либо монстр, либо монстр с сокровищем, либо просто сокровище. Конечно, в целом круто, тем более это неплохая мотивация исследовать этот прекрасный мир, созданный поляками. Но если вы манчкин или геймер с ОКР, и просто не можете вытерпеть, пока на карте зияет ещё хотя бы один знак вопроса, у вас проблемы. И не поможет даже отключение их отображения в настройках, ведь вы знаете, что он где-то там. Зазывает тебя своими изогнутыми белыми линиями, словно шепча, «Давай, приди ко мне, я тебя одарю опытом и лутом». И ты, блин, на это ведёшься. Долго и муторно скачешь на другой конец Велена, и вновь забираешь очередные ржавые штаны, которые ни тебе, ни Вендору не нужны. А потом всё-таки возвращаешься к сюжету, и так или иначе отправляешься на Скеллиге. Счётчик часов показывает уже 20, 30 или все 40, и ты втайне надеешься, что финал уже не за горами. А потом открываешь карту и выключаешь игру. О господи, сотни этих вопросиков, и почти все в море. Грёбаном море, где ты почти беззащитен, и так неудобно добывать ништяки. Даже те, кто не был помешан на зачистке всей карты, и то часто откладывал Ведьмака при переходе на Скеллиге, утомившись от игры. Много у кого так было, возвращались через пару месяцев. Знаете, когда ты буквально не можешь пройти мимо этих значков, подобное многообразие абсолютно раздражает. Хотя нельзя не отметить, что разработчики хотя бы старались, и часто оставляли там какие-то записки с более-менее интересными заметками. Товарно-денежные отношения между игроком и миром игры очень важны для баланса и ощущения у играющего, что он прогрессирует, зарабатывая какую-то сумму или добывая какой-то меч за миллион золотых. Кроме этого, важно, чтобы все эти заработанные деньги можно было впоследствии во что-то полезное сконвертировать. И, к сожалению, Ведьмак 3 подобным похвастаться не может. Конечно, во многом экономика была принесена в жертву открытому миру и тонне разных одежек. Но при этом есть как более старые примеры удачной реализации правильной экономики, например, Готика, где даже в третьей части с этим все было хорошо. А также можно вспомнить недавний Kingdom Come, где тоже все было отлично. Ведьмак же страдает сразу от двух моментов. Первое – это недостаточная награда за охоту на монстров. Во вселенной Ведьмака это и в самом деле не сверхдоходное занятие. Впрочем, во многом из-за не слишком частых заказов. Конечно, за убийство утопцев под мостом могла скидываться вся деревня, чтобы нанять Ведьмака. Но такие задания встречались редко, и поэтому Геральт часто жил в проголодь. В игре же квестов много, возможно, даже излишне много. Но за каждый из них платят очень скупо. 200, 100, а то и 50 монет. Даже на высоких уровнях квесты очень нечасто приносят дохода больше, чем продажа собранного во время этого же квеста лута. При этом у нас есть механика торга. Мы можем запросить большую награду, чем нам предлагали ранее. Но при этом работает она очень странно, и зачастую позволяет запросить лишь чуть-чуть больше. А если мы попросим слишком много, квест отменится. Совсем. Поэтому вы вряд ли будете этим часто пользоваться. Да и толку от дополнительных 50-100 монет. За это даже бутылку на стойке не купишь. А и к слову о покупке. Самые обычные вещи, вроде еды и напитков, стоят непозволительно много по отношению к плате за квесты. Я понимаю, что большую часть дохода составляют проданные мечи, ингредиенты и доспехи. Но разве это должно так работать? Ты банально перестаешь верить в жизнеспособность этой экономической модели. Кроме того, тут есть и второй важный момент. До появления аддонов с возможностью слить капитал в собственное поместье и руны для предметов, основной способ потратить накопленные средства был ровно один. Сбор и улучшение ведьмачьих сетов. Ведь покупать оружие, доспехи и ингредиенты было совсем невыгодно. Можно было еще купить немного книг, но они стоили довольно мало. Сеты же были очень крутые и полезны. И, грубо говоря, это метаэкипировка игры. Ну что ж, вот доспехи собраны. Даже те, которые нам не нужны по стилю прохождения. Но деньги при этом не кончались, просто копились и копились. Ведь это была лишь середина игры. Лично я не могу сходу предложить какие-то пути решения этой проблемы. Возможно, пойти на такие условности и был единственный возможный вариант. Но когда через 30 часов игры деньги теряют для тебя какую-либо ценность, это немного раздражает. Впрочем, все вышесказанное не так сильно раздражает, как совершенно глупые игровые условности по части уровневой системы. Выстроить прогрессию игрока без привязки к уровню окружающего мира весьма трудно. И такое редко делают. Наиболее яркий пример это серия Готик. Там все противники одного вида имеют одинаковые характеристики. И в самом начале игрок не может ничего сделать большинству фауны. Но по мере прогрессии, с прокачкой навыков и нахождением более крутой экипировки, он начинает постепенно преодолевать препятствия. Конечно, тут мы играем за Геральта, и пройти через путь амнезии мы не сможем. Ну, не второй же раз за трилогию, верно? И не поймите меня неправильно, само развитие персонажа сделано довольно круто. Но из-за игровой механики с числами, все очень быстро ломается при понимании, как это работает. Буквально часа через два игры можно собрать билд, который делает тебя по сути бессмертным, при условии, что ты дерешься с врагами более-менее своего уровня. А все потому, что каждый уровень противника сверх твоего прибавляет ему просто невообразимое количество брони и урона. Один-два уровня разницы еще окей, но при разнице в пять тебе лучше бежать, либо приготовиться к танцу смерти длиной в минут 10-20, когда любая ошибка стоит тебе жизни. И я даже не буду наезжать на игровую условность в духе, почему мы не можем убить какого-то монстра в начале игры, когда мы уже делали подобное в прошлых частях. Неужели Геральт так расслабился в пути, что позабыл все навыки? Это все-таки понятная условность для того, чтобы игрок не пронесся по карте ураганом смерти до определенного момента. Куда важнее два тикета. Да, снова два. Во-первых, враги одного вида почему-то могут обладать совершенно разными уровнями, даже находясь относительно недалеко. Например, накеры, низшие трупоеды, которые опасны лишь толпой. Но стоит вам зайти чуть выше Навиграда, и вот вас радостно приветствует стайка этих тварей 35-го плюс уровней. Хотя чуть ниже Навиграда они будут максимум десятыми. Во многих играх это решается покраской мобов в разные цвета. Дескать, вот этот кабан розовый, а значит он более суровый соперник, чем коричневый кабан. Но само собой такое для сеттинга ведьмака не подойдет. Я бы предложил как-то привязать единый уровень к каждому виду монстров и рассредоточил их по карте. Например, ближе к тракту помещал бы более слабые виды, а в глуши можно и что-то помощнее поселить. Ну и второй тикет касается экипировки. В игре ровно одна вещь, которая не устаревает со временем, и искать альтернативу не придется, даже если начнете новую игру плюс. Это серебряный меч Рандит, который прокачивается от битв. Но, к сожалению, подобной пассивки у других вещей нет, а поэтому почти любая другая награда так или иначе устареет, причем в лучшем случае через пару часов после получения. А чаще даже случается следующее. Ты убил какого-то особо злого монстра, спас деревню и разрешил древний конфликт между семьями. В награду тебе вручают древнюю реликвию меч Святого Габена 25 уровня. Только вы уже 27-е, и этот меч в лучшем случае оказывается на стене в Корво Бьянко. А еще вероятней в карманах у Вендора за 400 монет. Вещи в третьем Ведьмаке устаревают очень быстро, а после сбора ведьмачьего сета таки вовсе моментально. Ведь лучше вашего сета лишь сет из аддона, да и то зависит от вашего стиля игры. Если не получаешь ценные награды за труды, это очень раздражает. Ведьмак давно обрел славу игры с непростыми моральными выборами, когда добро и зло смешаны и трудно представить, к чему приведут твои решения в будущем. И это очень хорошо, что третья часть пошла еще дальше. Но в одном квесте выбор дается уж слишком жесткий. Да и к тому же он затрагивает опыт игрока со второй части, а также персонажей, знакомых тебе по книгам. Итак, тут сразу небольшое предупреждение о спойлерах к одному из второстепенных квестов и возможной судьбе нескольких важных для игры персонажей. Если боитесь наловиться спойлеров, лучше перемотайте на тайм-код, который видите на экране. Итак, готовы? Внимание, спойлеры! Квест «Дела государственной важности» посвящен покушению на короля Редании Родовида Пятого Свирепого. Он давно демонстрировал признаки не самого уравновешенного человека, но на момент событий третьей части у него начались совсем тяжелые беды с башкой. Поэтому было лишь вопросом времени, когда другие влиятельные люди захотят от него избавиться, дабы повести Север в будущее иным путем. И вот по воле случая Геральт оказывается в центре заговора, вместе с Дикстрой, Роше и другими персонажами. Впрочем, наиболее важна тут именно вышеназванная парочка. После того, как грязное дело сделано и Родовид больше не может продолжать публично сжигать неверных, наша команда заговорщиков собирается в театре. Тут Роше рассказывает, что все было сделано в рамках переговоров с Нильфами, чтобы они вывели войска из Тимирии, а также сделали Тимирскую державу вассальным государством Нильфгарда. Но Дикстра на это все имел свои планы. Он хотел стать канцлером Редании и продолжить войну с Нильфами, чтобы дать Северу свободу. И он никак не может допустить мирное соглашение с Нильфгардом. Дикстра готов на все, чтобы Северное Королевство были независимыми любой ценой. А это значит, что остальным заговорщикам, не готовым к подобным условиям, нужно умереть. И вот тут Геральту дается выбор. Либо он примет сторону Дикстры из Севера и уйдет, оставив Роше, Бьянка и Талера умирать. Либо оголит вместе с ними мечи и убьет Дикстру, подарив Нильфгарду еще одну победу на пути на Север. Оба выбора сложные и непростые. По сути, выбор стороны Дикстры больше соответствует выдуманному кодексу Геральта и приближен к нейтралитету. Но после стольких приключений вместе с ним во второй части... Давайте будем честны, ведь все его выбрали. Низкая Телли же, верно? И тут мы обрекаем его на смерть. Очень сложный выбор, который никто не мог ожидать. Казалось бы, мы прошли долгий квест, успешно прошли. И тут нас словно из ведра ледяной водой окатили. И напомнили, почему именно Геральт всегда избегал политики. И хоть я понимаю, что это хороший сюжетный ход, я, как и многие другие геймеры, были к такому не готовы. Хотя мы не можем не отметить, что игра дает нам возможность выйти из заговора и не принимать участие во всем этом. Но как раз именно то, что и сделал бы настоящий Ведьмак Геральт из Ривии. На этом мы и заканчиваем наш топ-5 раздражающих вещей в Ведьмаке 3. Даже с учетом всего вышесказанного, это шедевр, который однозначно войдет в историю. Да даже уже вошел. Ведь спустя пять лет после выхода в нее продолжают играть, ее продолжают обсуждать и горячо ждут чего-то нового в этой вселенной. Ну и у нас все. А вы пока не скучайте, на нашем канале еще много интересных роликов. Кроме того, поддерживайте нас на Патреоне или становитесь спонсором здесь на канале, за что получите бонусы. За поддержку же этого выпуска мы благодарим наших патронов Дровосек, Анхеоцен, Торкимус, Крэк Нью, Каскейт, Сириас Либер, Чаковек и Серж. Без этих ребят видео по вселенной Ведьмака вряд ли бы выходили. Спасибо всем за просмотр и всем пока!